московское время февраль двадцать четвертого года за окном подсолнухи охренеть так бывает рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей так вот небезопасно ну что делать рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей с вами бутылку с не он же радио 3 павел леонид николай сегодня дробь поле так случилось я думаю это не случайно но так или иначе так случилось в дипломной программе аномальные зоны россии ссылка в описании появилась блуждающая аномалия референция 00002 первой референции является дрейфующая полярная станция северный полюс ну а вторая называется поступь хаоса вот такая фигня интересная аномалия это тем что она прыгает эта референция движется случилось так что на этой неделе получается что впервые насколько я в курсе она впервые оказалась ну можно сказать недалеко от меня ну как недалеко пара часов на машине это ерунда другое дело что пара часов на лыжах по полям вот это уже серьезно сами папа следы зайца я-то думал зайцы залегли недавно шел снегопад значит ну интересно будет посмотреть что тут в поле то есть кого так сказать добыть да вот ну а я приближаюсь приближаюсь к ну наверное в километре от меня референция будет придется там выдумывать как как о воробьи думал куря нет воробьи недалеко от деревни точнее далеко но недалеко от деревни нем немалая огаревка и вот мы как раз к ней и приближаемся это нужно для того чтобы тоже мне поверили что я физически здесь был от он я я физически здесь был плюсы на самом деле деревня но ее на картах нет вот такая фигня так ну что надо врываться в в в горевку и соответственно там смотреть я видел тут немножко слева слева вот там то есть вот я сейчас проехал стойка мешает я проехал там велись где-то в поле велись работы по снегозадержанию для тех кто в танке для тех кто не в курсе зачем зимой запахивают снег на полях нет это не распил не откат и не сжигание соляры в пустую это называется снега удержательный или как это снега вода короче мелиорация болеет называется снег запахивают для того чтобы вода набралась влагой к весне к посевной так мы приближаемся я боюсь что я туда не вылезу здесь дорога понятное дело населенный пункт каким бы большим он или маленьким не был дорогу то делают а вот чистят я имею ввиду а вот мне бы сложно сказать я тут сейчас еще по карте сориентируюсь но она дальше референция конечно мне надо будет проехать я так понимаю саму деревню или что там село поселок в общем куда-то туда мне надо пролезть и уже налево то есть вот туда налево вот ну так что так сегодня из полей трансляция друзья мои работать будем как обычно как обычно 20 ватт inverted wheel это разведывательный такой вылаз я сегодня даже без лыж а дальше будем смотреть тут молодежь рвется в бой попробуем достать генератор у меня из сарая он так-то законсервирован но раз пошла такая пьянка режь последний огурец как говорится будем доставать генератор будем молотить насколько сможем придется пробираться на лыжах на санях для того чтобы попасть в точку на окраинах опять бы подсолнух торчит охренеть да ну тут подсолнечный край я так понимаю ну что лесочки кругом есть я вот смотрю это хорошо но мне не туда мне налево мне налево вон туда надо пролезть через огаревку огарева я пропустил момент как она называется малая малая горевка интересно где большая а но большая где то есть по любому вот значит все все дальше будем врываться хорошие то поля вот там стоят на них проскидаться ну где-нибудь подальше конечно от лишних глаз но я туда не проеду блин хотя вот опять же почему я упомянул про снегозадержательные работы это значит что есть вероятность там хотя бы колею кто-нибудь на бульдозере пропер чтобы туда мог пролезть трактор хотя трактор по барабану все эти сугробы но будем надеяться что все хорошо чуть я не вижу деревне кстати по карте то она вроде два лаптя а по факту хрена лысого ну да тут это вот дороге прям вот видно вот тут прям заезд на проселок и вот пошел по полям но к сожалению нет ну чего едем вдоль линии передачи а там будем смотреть а вон деревня ага вот там деревня все я приехал практически а вот теперь надо понять куда бы мне и как бы мне бы мне бы куда бы а мне бы вон туда бы елки-палки мне бы вот туда бы вот вдоль этой посадки в самый конец подальше от глаз и тополя не тополя осины по моему осины елки-палки раскидаться негде мне надо по левой стороне твою мать неужели мачту придется с собой тащить а мачту скинуть у меня сейчас в огороде это целая песня 32 метра это не самое удобное не самая удобная длина для перетаскивания есть про метр пятьдесят с кошельки которая на защелках или метр семьдесят ладно ладно будем думать вот такой комментарий аномальные блин зоны шиповник скрюченный в подсолнухах офигеть аномалии не ладно сейчас будем искать местность ох антенны стоят и наши не радиолюбительские я тут понимаю сушилка что ли зерновая понятно что ангар и все такое ладно будем искать будем искать я не знаю видно лису или нет сейчас вон . ползет прям центре экрана леса тут охотники круга вон вон и вон пошла пошла через ручей видно да все не вижу наверное зайцы или мышкует все пропало охотники там сзади меня трутся где-то значит они ближе к деревне подъехали там какая-то деревня дальше я уже развернулся сейчас буду искать точку где бы можно было я так присмотрел два кое-каких дерево кое-каких почему кое-каких ночью вот так лиса ушла лисы есть охотить можно ну и там охотники сзади я не знаю а он наверное удастся через машину показать вон там они машины стоят ребята там два уазика по моему буханка и что-то еще а может быть это как раз продолжают ребята работать может это хотя не кто сейчас будет пахать так или иначе он воронью летает значит что аномалия переехал проехал мне надо возвращаться туда она на самом деле прямо передо мной сейчас она там вот и для того чтобы это дело исправить надо как-то туда вот обратно вернуться попасть в точку здесь кстати связь пропадает прям чуть съехал бугор все связь пропал такая фигня тут главное не как говорится не обхакаться когда внезапно на духом может что не стрельнуть ладно едем едем ищем точку ищем точку я присмотрел ну придется через овражек небольшой пролезать тут береза такая но в принципе ничего зато проехать можно дорога очищена до деревни до следующей жить можно в общем единственное что лишь бы разъехались но ничего в конце концов чуть-чуть там прод лопату я не брал вот буду иметь ввиду лопата должна быть собой и она понадобится для того чтобы под машину место чуть-чуть прокопать съехать с дороги как то так как то так все чудеса те и чудеса те приехал и оттуда точнее как приехал ты и оттуда там трасса условно машина ветер задувает единственная береза которую я присмотрел стою стою прямо на снегу хорошо тут были оттепели был то-сё но надо понимать вот вот нифига не вижу ни на телефоне не так я даже в очках ехал темно потому что не видно ни черта не сгиву тут видно только вот да понятно по теням по рельефу кое-как вот понятно на самом деле это овраг и вот это типа ну насыпной мост для ручья и единственное дерево которое есть на которой можно хоть как-то кинуться она метров 10 но она в овраге она торчит получается метров на 7 наверно вот то есть понимать надо фон еще есть но дело в том что а вон а вон антенна он так вот там вот там фиг его знает сфокусировалась нет вроде видно где-то вот тут антенна должна быть и вот это дерево вот и вот это дерево тоже можно использовать но она стрёмненько стоит очень во первых она прямо на холме и прямо вот за вот этим вот при горочком миниатюр деревня но не дерь там не деревня вообще-то жилых домов я не увидел я увидел там как сказать ну фермерское хозяйство короче колхоз я увидел так что придется городить здесь охотников я видел там они дальше я так понимаю деревня плюсы там какой-то кладбище кстати прям по дороге вот то есть ну реально блин аномалия прилетела я валял и находится она сама аномалия там прямо там вот на этом по карте она находится вот там и видно собственно вот он вот этот лес полоса про которую я думал рассуждал еще дам она как раз получается вот она идет 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 потом зиообразно она вот сюда вот и приходит вот и вот этот овраг вот этот распадочек тут кстати вот охотники наверное и лазить должны в по идее я не вижу ни одного следа зайца хотя вот там по трассе вот там по трассе к доехал где-то там его видно было а здесь вот не вижу следов зайцев лису видел и все не только лису все увидел но я вижу лисий след вот тут я попробую потом сфотографировать вот под кустом яблоньки яблоня по моему дичка да 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 по моему это по моему это лисий след да она ходила много ходила и кстати кого-то у нее там лёшка вижу нагажена слушайте они заяц ли это под кустами то там лёшка много нагажена много раскопано либо мышковала либо охоту годе чего хотите и это блин центральная россия дорог просто нет я не видно но она есть надеюсь на видео будет видней ну что попробую раскидаться здесь твою мать как я люблю леса как я люблю когда я вот в очередной раз я говорю кто скажет что радио это не спорт это не экстрим того я просто загрызу петрович ты чё тут делаешь рыбу ловлю такая позиция сейчас будет халат тут древний у супруги отжал на нем буду вот сидать там стульчик есть конечно заброс осуществлен берите на вооружение мужики грузила грамм 40 тест около там 20 50 что ли грамм вот самое она едва 2 100 кажись клюет вон ведь не пошатывает кончик потягивает прямо на макушку идеально ну насколько могу мужики кого услышь того услышу все и она грузил перелетает сколько надо и он там она упала все я сейчас спускаюсь беру паракорд и все и антенна поднята элементарно правда два раза ходить надо привязать паракорд протянуть и второй раз пойти обратно натягивать антенну с этой стороны и все наверно за я был не одну зацеплю вторую но хрен знает тут да за ту же удочку так воткнув привяжу 2 при второе плечо как все вот наверное самое долгое самое тяжелое по колено проваливаюсь во чтобы не быть голословно по колен проваливаюсь сани обалденная вещь лучше чем обычные сани берите на вооружение вот те ребята кто обзавелся такими делами у кого есть это огонь вообще брат кувыркается из-за того что вот там навалено больше 20 килограмм у меня там вода газ аккумулятор аппаратуры тяжело а так в общем во во вещь прям спокойно ползет вот видно да вот след прям вот все их машин стоит дорогу тут прям вот вот тут вот я и говорю что как бы встречу вот какие-то дурацкие не произошли все в атаку тот самый случай когда лучший враг хорошего закинул охрененно высоко пришлось протягивать в качестве противовеса решил использовать свой мультитул вот тут вот этот отличный повод сюда вернуться залезть можно она чуть выше моего роста первая ветка я залезу в субботу будем доставать с молодежью вернемся и паракорда половина там осталось твою мать отпилим вот этот кусочек ветки она тонкая это место залезть вот в эту вилку вот в эту вилку прямо нормально будет без проблем залезть в эту вилку под пилить кусочек уронить ладно сейчас перебросим делов спасной паракорд есть еще даже кусок тягового троса а это я рухнул когда дернул так и весь весь в снегу но ничего я так даже веселей так даже веселей твою мать ладно пониже антенна пожиже будет ничего страшного ну чё клюет помельче правда чем надо еще один лайфхак ребят в качестве двухметровой стойки вот ну чуть выше моего роста плюс согнулась плюс в сугробе одна из оттяжек 2 он за ветку чертополохает я молодец у меня длинные оттяжки вот на антенна вот ну короче ее видно а вот там я в метров пять высоты проиграл к сожалению да почти половина чуть меньше половины высоты вы про проиграл она хотелось то вот туда ну ладно ничего все фидер там все тут остается только клеммы ну короче просто connection и мы в эфире все слышите да вот этот свист вот и она как назло на 175 стоит чудовищно вообще прям противно тем не менее вот удалось услышать даже тихие станции от lcm тюмень звучал довольно неплохо но тяжеловато наверно на пятнашку антенна висит висит сейчас будем перемещаться на пятнашку наверное какая она там традиционная частота черт ее знает куда-нибудь сейчас там переместимся 225 наверное плюс-минус как то так как то так вот работаю немножко вскочил тут ноги подразмять потому что сидишь сидишь ноги дубеют плюс сугроб ну я так утоптал нас немножко здесь будет хорошо мы надеюсь бог все и пропал помеха вот задолбала она блуждать нет опять но она куда-то сместилась я вот говорю вот что тут а вот опять засвистела появилась сволочь понимаете вот она вот так блуждает аномалия елки-палки вот но тем не менее сейчас будем перемещаться на пятнашку завтра все равно завтра короче в субботу все равно заберу сломался табуретка уже все начинает потряхивать это признаки пер это первый признак гипотермии ребят вот там писали в группе первый признак гипотермии это я знаю обучен сам санитар о дпк вот так что это это я знаю вот немножко тут разминаюсь ногами хожу иностранцы звали на двадцатки ну сколько тут полтора таких ты шуршит десятка полтора наверно связи набил так вот и сороковочка вечная полевая сороковочка сороковочка да шо ж такое то опа о о как так ну надеюсь тут никто не обидится если время будет немножко расходиться понятное дело тяжело очень держать держать телефон под руками часы я как лошара забыл на часы был с собой просто взять классные у меня батины часы воду кстати ни разу не пил сколько я тут больше да почти два часа уже получается этот языком чешу и ничего в общем вот такой сет вот такая она больная зона там вот такая вот конструкция еще раз на всякий случай но мы сюда вылезем это не волнуйтесь я природу не засоряю мы сюда вылезем я все равно это заберу все равно лезть на дерево вот и даже если не силу не не выходные то по-любому проскочила информация чтобы фе собирается куда-то но мы его мы его обязательно сработаем представляете что такой линк в нормальных зонах с еще и сблуждающий аномалии это вообще бомба будет попробуем сюда генератор притащить но вроде недалеко от дороги до притащим генератор под потарахтим здесь с молодежью красиво красиво но я вам так скажу вот я не знаю вот не не на что повесить телефон и камеру я не брал с собой сейчас сейчас можно так на колени так бах снег лучше бы я барки собирал ой ладно настроение хорошее но все чтоб не мерзнуть буду сворачиваться потихонечку спасибо всем кто услышал еще будем активировать дальше надеюсь не улетит но не улетит ребята обещали что она по понедельникам прыгает вот ну то есть в полночь по лондону понедельника прыгает так что у нас еще впереди четыре дня и тут еще кто-то собирался подкатывать я думаю вы услышите у меня вот инверт от низко висящие ребята с вертикалами гоняют хоть и автомобильными но все же о потряхивает все надо собираться красиво в общем красиво хорошо и охотники валят ну надеюсь меня не запинают в общем вот так все ветер павел елена щука ена позиция антенна мультитул семьям как-то так прогреваем ену и поехали вроде выровнялся уже нормально здравствуйте тезка здравствуйте радио николай 3 прошу прощения радио зоя 3 галина павел радио 3 павел леонид николай дробь поле здравствуйте и тезка также алексей недалеко от деревни малая горевка аномальная зона поступь каоса на приеме спасибо теплейшие 73 qrz радио 3 павел леонид николай дробь поле тамара тамара крайне тамара последний прием радио 2 галина дмитрий тамара приветствую они очень громко на фоне вызывающих станций но без проблем пробились хороший качественный сигнал алексей недалеко от деревни малая горевка аномальная зона поступь хаоса 5 9 прием принято игорь но ближняя зона 200 ватт продавливаем вас слышим без проблем послушайте пожалуйста степана радио 2 галина дмитрий тамара здравствуйте я ульяна борис 3 павел елена щука дробь поле на приеме игры ульяна борис то был кто был дробь поле дробь поле пожалуйста дробь поле прием елена василий тройка павел анна дробь поле приветствую коллега в эту зимнюю пургу но я надеюсь в синяя волка и все гораздо лучше чем у нас у нас и ветер и какой-то туман мга на генератор я вот смотрю не то генератор дымит не то пурга поднимается тем не менее хорошо отлично отрабатывает ваша полевая станция меня зовут алексей алексей лёха недалеко от деревни малая огорёвка малая огорёвка аномальная зона поступь хаоса по референция раза 0 0 0 0 0 2 прием брест обалдеть класс принял принял ну что ж попробуем послушать без проблем давайте попробуем послушать 10 ватт пожалуйста кирпи станция работайте елена василий тройка антон дмитрий антон дмитрий это правильно анна дмитрий мария дробь поле принято тише конечно же гораздо тише чем вашего коллегу принимаем реальный рапорт 5 4 5 4 пятёрка четвёрка тем не менее без проблем разобрали на фоне мешающих станций к сожалению коллеги мы слышим всех мы слышим всех обязательно ответим меня зовут алексей алексей нахожусь недалеко от деревни малая огорёвка аномальная зона 0 0 0 0 2 поступь хаоса прием спасибо спасибо коллега на синевокую на братскую республику теплейший из теплоогарёвского 73 вот так работа степан первый раз налетел на байла бешеный поэтому прошу его сильно не ругать работает он один сейчас без без моего участия сам до пурга гляньте было было ага-ага вердует и на ее с ним не тонны ничего попёрдывает тут надо будет на будущее какую-то коробочку для него соорудить придумаем что-нибудь надо будет скоро выключаться уже темно работаем вот так с фонариком хороший фонарик мощный верда меня спасал занесло здорово на пощикалку была пурга вот реального канистру я вот как воткнул пощикалку повело нас подсыпало чуть-чуть ветер ветер гадкий мультитул не достаю завтра с ребятами сюда подскочим достанем ребята будут работать здесь бцз ой бцз а ну да бцз бцз дбн подскочу вместе втроем три здоровых мужика то уж свернем моему мультитул бедолагу сегодня не полезу ветер пройти в ночь машина тут ребят вы эту березу не пропустите с дорогой ее хорошо видно степан работает работаем до упора он связался с ваноль дx с еврейской автономной области сергей мое почтение если увидите это видео мое почтение пришлите пожалуйста карточку степану но предупреждаю ему нет 18 хай хай чё только не сделаешь для людей опять вот наступал показывал уже все занесло все магнито все жопа выхлоп я не знаю куда там занесло уже по свечу все надо сворачиваться свеча уже сейчас и скрыть начнет ребят у нас минут пять десять наверное все я уже боюсь тут взял все позамкнет к чертове матери поэтому сейчас будем сворачиваться коллеги уж простите но много и 9 район наконец-то отработали здорово очень хорошо громко и местные станции все липецкий орловский московский и девятый район и 0d подходил шикарно и 0 анна был красноярск по подскакивал тоже очень классно набили больше стаку исо точно моим позывным мы то есть вдвоем год коллектив самом начале добить просто мне до сотни и степан за 100 мы перевалили вроде бы но очень хорошо здорово ребят на ветрище и 3 что тут не видно как вообще реально чего показывать отдать покажу так сейчас чтоб было понятно ветер жутки уносит на хрен сразу и генератор заносит вот его его береза колбасит и вот это все плохо видно но тем не менее ребят сейчас будем сворачиваться очень тяжело очень тяжело спасибо спасибо ребят всем но тем не менее аномалия елки-палки жесть экстримчик такой небольшой у степана термос там с чайком спасается я просто кипяточек хлебаю с горелки и все но тем не менее работаем народу шею сворачивать иногда машины проезжают редко шею реально сворачивают что-то творится такая фигня вот все сейчас будем сворачиваться дальше уже наверное снимать особо нечего такая фигня раз за 0002 блуждающая аномалия 2bcz r3dbm всем привет там малая огаревка туда деревня а аномальная сахалинская зима в тульской области вытаскивают машины пойдем здесь машины стоят аномальные ангары сейчас нам вот в ту степь нам ехать вот по той дорожке не знаю как мы там будем располагаться на 10 минут снимать на плес и горевка он там вон наша блуждающая аномалия который нам надо добраться раз в 00002 вот она где блуждающая аномалия зимовку полярников тульских вот где были вчера трипл н а вон там но наверное мультитул то они вон он вон по моему да висит нифига себе они вот блуждающая аномалия здесь вот были она мальчики наши дорогу замело я не знаю как они тут шли но тут все замело вообще реальная аномалия парни тут сидели сейчас предстоит нам да он там висит мультитул блин не видно его вот она зимовка уже деревья так и хорошо здесь так ну что коллеги r triple н с нами раз за 0002 блуждающая аномалия развернул я вот так вот к шин чик там где ребята вчера он там он остатки палатки навеса так вот работы пока на десятке в т8 сработал там r2 bcz штурмует двадцатку сейчас пойду на пятнашку попробую поработаю вот так вот мы расположились думаю за активируем всем здесь радио 2 борис центра зинаида друг поле для всех на приеме роман василий 4 центр йод центр йод хритон 59 день добрый спасибо что подошли 5 9 андрей малая горевка на эхо класс да спасибо сергей вам также всего наилучшего всего на добра здоровья радио мария 7 галина радио мария 7 галина а спасибо день добрый 5 9 андрей малая горевка спасибо сергей взаимно всего наилучшего добра здоровья семерка тройка киорзет здесь радио 2 борис центра зинаида друг поле роман 1 борис борис тамара день добрый спасибо за ваш ответ принимаю 5 9 андрей малая горевка на приеме спасибо большое тоже надеюсь что будем встречаться всего наилучшего добра здоровья семерка тройка здесь радио 2 борис центра зинаида друг поле для всех на приеме влияние блин аномальных зон угадайте большие антенны не радиолюбители не просто радиолюбители просто тихое место ну и есть короче точка притяжения вот и вылезли поработать со всей страной а то и всей планетой интересуется народ местный вот короче аномальная зона елки-палки оба бцз кабель не то что излучает он лед грызет уложим обратно для лучшего охлаждения покупайте рк 58 реально как теплый пол прогрыз прям целая канава это не шутки он реально проплавил лед ну там ладно можно еще как-то не поверить а вот ледышка лежит и ледышка проплавлено фиг его ну тут нету киловаттов откуда реактивность вроде чисто 20 гб как вот так может ладно бы он еще излучал а то он греет получается вообще реально все проел там тоже продолжает пыхтеть 80 на данный момент связи бцз дбн поменьше ногу тем не менее собираются до упора пыхтеть уже немножко это устали ребята но тем не менее тем не менее связи идут идет движня местные останавливаются спрашивать уже не первый его так что так все так аномальная зона . притяжение блин радиолюбителей в тульской области